Селекторное совещание о масштабах России. Сегодня в Главном управлении МЧС России по Забайкальскому краю состоялся разговор о проведении новогодних праздников. Перед всеми службами была поставлена одна задача организовать работу так, чтобы праздничные каникулы прошли без происшествий. С подробностями наш корреспондент. Бой курантов в 12 часов знаменует не только начало нового года, но и шквал звонков службы 01. Телефоны буквально обрываются, особенно в первые 15 минут. Поэтому ежегодно в этот период задействуют сразу 6 линий. Вместо трех операторов звонки принимают 6. Причины пожаров банальны. Неосторожное обращение с огнем и некачественная пиротехника. Об этом говорил сегодня в ходе Всероссийского селекторного совещания Сергей Шойгу. Фактически продаются контрабандные боеприпасы, чтобы угодно понять, которые непонятны, как работают, когда работают. Министр предложил всем организациям, торгующим пиротехникой, прилагать к продаваемым товарам специальные инструкции. Также была дана рекомендация организовать площадки для запуска пиротехники в каждом микрорайоне отдельно взятого города. Накануне праздников забайкальские сотрудники государственной противопожарной службы провели большую работу с целью предупреждения пожаров в учреждениях здравоохранения, образования и социальной защиты. Органе Государственного пожарного надзора Забайкальского края на учет взято 902 объекта по всему Забайкальскому краю, на которых будут проводиться мероприятия по празднованию Нового года и Рождественного стола. Все объекты проверены. Радует то, что на сегодняшний день нет объектов, которые бы не допустили или запретили проведение этих мероприятий. На период проведения мероприятий на каждом объекте будет, начнет дежурство либо сотрудников Государственного пожарного надзора в главном управлении, либо сотрудников или работников федеральных пожарных частей. По статистике, ежедневно из-за пожаров в России гибнут 45 человек. В новогодние же каникулы больше сотни. Поэтому, чтобы праздник запомнился только в положительном смысле, нужно внимательнее отнестись к применению пиротехники и организации самого мероприятия. Юлия Тимошенко, Евгений Погорелый. Время новостей.